Всем доброго времени суток. Сейчас покажу как нынешние светодиодные лампочки, короче импульсное барахло, влияет на магнитофон и прочую звуковоспроизводящую аппаратуру. Включаю я без кассеты магнитофон. Что мы наблюдаем? В районе 27 кГц это не сучка от компа, то есть это работает шим блока питания. В остальном фон равномерный, подъем резонанса головки воспроизведения усилителя хорошо виден, где-то 20 с чем-то килогерц примерно. Между 20 и 21. Теперь я включаю подсветку рабочего стола. Тут стоит лампа у меня где-то около 30 ватт светодиодная. Вроде бы ничего не отреагировал, она железная. А сейчас я включу много ламп светодиодных, которые мне подсвечивают цветы и все такое. Вот что мы увидели. Вот такой пик появился на 20 килогерцах отчетливый. Там ламп около 6 штук разных. Я их пробовал по одной отключать. Погасил в итоге все и потом по одной включаю. И равномерно фон распределен. Фактически нет одной какой-то установки, которая вот эта вот гадость делает. Сейчас попробую опять отключить подсветку рабочего стола. Ничего, сейчас включаю еще раз. Вот такой переходный процесс получается. Сейчас попробую включить в комнате освещение. Здесь надо включать. Вот тоже появляется. Прикол тут в том еще, что вот это вот наблюдается на магнитофоне, где установлена голова 8440. Я уже давно заметил, что по экранировке советские головы тоже далеко не лучшие. Самые аутсайдеры это стеклоферритовые 750 их уклоны на понижение и следом сразу идут монолит. Вот у них помехозащищенность слабенькая. Потом уже идут 0,80 и всякие остальные прочие. А у буржуев в основном экранировка очень хорошая. Вот сейчас я потом перекоммутирую на другой магнитофон провода и посмотрю, что будет на той же DM-62 или как она там называется. Причем на провода тут межплочные можно не грешить. Провода у меня тут хорошие стоят. Кингмастер и прочие. Кранировка медная, еще есть фольга. Плюс ко всему это не китайское, это говно, потому что я их все выбрасывал. Пока пауза. В общем подключил я другой маяк. Подаем на него питание. Несучка от компа все также присутствует. Она и будет присутствовать. Включаем рабочий ход. Сейчас освещение все включено. Никаких пиков на 20 кГц, никаких артефактов нет. Включаю освещение рабочего стола. Никаких реакций абсолютно. Теперь отключаю освещение цветов, которое давало самую большую помеху. Ноль. Никакой реакции абсолютно. Включаю его. Только переходной процесс небольшой. Зафиксировался. И никаких других помех не видно. Вот. Что можно сказать по поводу вот этих советских головок. Помимо того, что у них обратка в этих монолитах больше чем в половине присутствует. И кривая геометрия. Так они еще и помехи ловят. Вот почему я не использую советские головы. Потому что очень много брака. Постоянные неприятные сюрпризы. Которым пытаешься бороться. И в итоге приходишь к тому, что эти головы приходится выкидывать. Потому что им невозможно пользоваться. Вот сейчас в этом черном маяке стоит 84-40. Я с него цифровки делаю только ночью, когда отключено освещение. Все. А днем он ловит помехи. И с этим ничего я поделать не могу. Кстати, когда-то были у меня ноты 220-е. Там постоянно был такой казус. Когда пользуешься вторым типом. Только включаешь перезапись с А-кассета на Б. И включаешь режим хром. Сразу один карман ловил помехи от пишущего кармана. От генератора стирания подмагничивания стирающей головки. Именно сама 810-я голова ловила помехи с другого кармана. Как только поменял головы, эта проблема ушла. По-другому она никак не побеждалась. Хороших головок в Советском Союзе походу и не было. Вот и все. Единственные, которые делались 0,80 с дичайшим процентом брака. Вот если удалось выловить качественный образец, там может и сотни, один-два. Значит, тому повезло. А так, потому у нас все-таки работало. То в лес, то под рова. Ну и остальных запчастей, комплектующих, тоже касается в сборке. Погрешность очень высокая. Приходилось все это отсеивать, чтобы достичь каких-то приемлемых результатов. Вот на этом пока что все. Продолжение следует. Продолжение следует.